День защитника отечества не повод пренебрегать правилами дорожного движения. В течение праздничных выходных сотрудники ГИБДД особо следили за трезвостью на дорогах. Массовые проверки защитников отечества за рулем начались вечером в пятницу. Улица Багаева областного центра, по словам инспекторов, место для проведения рейда идеальное. Одностороннее движение, две полосы, настоящий капкан для нетрезвого автомобилиста. Правильно выбранная локация – пол-дела. Дальше все зависит в прямом смысле от чутья дорожных полицейских. Останавливают практически каждую машину. Доброй ночи, Ликарий Девятович. Так, вадись, где у вас здесь, да, все? Да, да. Так, только что открытишь, что могу больше. Понюхать надо, елки-то. Согласен. Посмотри, понюхай. Все действующее. Ну, если не действую, то дальше ставим. Все удачи, до свидания. Вроде бы банальная проверка документов, но если водитель пьян, это реальная возможность для инспектора заподозрить неладное поблеску в глазах или попросту учуять запах горячительного. Так попался этот автомобилист. Внимание инспектора привлекло нервное поведение мужчины и амбре. Но это только подозрение. Все точки над «и» поставил алкотестер. Делаем долгий продолжительный выдох до щелчка. Пожалуйста. Вы не дуете. Когда вы дуете, прибор издает звуковой сигнал. Еще, 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 хватит. Ноль, ноль семьдесят. Ноль, ноль семьдесят. У меня состояние алкогольного вашего пьянения не установлено. Допустимая норма – 0,16 промилле. Вердикт – беспристрастного прибора водитель выпивал. Но в допустимые значения это укладывается. То ли употребил немного, то ли прошло уже достаточное количество времени и градус выветрился. Теперь уже не узнаешь. Многие водители считают, что 0,16 промилле – это допустимая норма содержания алкоголя в крови. Но на самом деле это не так. 0,16 промилле – это допустимая погрешность прибора, который выявляет состояние опьянения. То есть управлять транспортом нужно исключительно в трезвом состоянии. Несмотря на то, что официально показатель в легальном секторе, водителя все равно отстранили от управления. Дело в том, что он уже лишен прав. Кстати, тоже за пьянку. И по правилам не мог сесть за руль еще как минимум год. Окончательно протрезветь защитнику Отечества придется, добираясь домой на такси. Как и положено бесправнику, его боевого коня заберут на штрафстоянку. Кроме того, штраф 30 тысяч рублей или 15 суток ареста. Это уже как суд решит. А если бы прибор показал чуть больше промилле, то и уголовное дело. Остается только надеяться, что уж со второго раза нарушитель сможет сделать правильные выводы. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова